сегодня продолжаем развертывание телки transfer learning kit от nvidia мощный инструмент для того чтобы вы сэкономили время на обучение надо очень доучивание ваших сетей и целом очень много инструментов в этом toolkit для ваших датасетов для работы с датасетами ok поехали сегодня что мы сделаем сегодня мы на нашем инстансе на нашем амазоновском инстансе который мы запускали предыдущем уроке на котором у нас уже есть gpu мы поставим окружением обновим пакеты поставим окружение активируем окружение в этом окружении мы развернем наш юпитер блокнот запустим его на инстансе и на вашем лэптопе где бы вы там не были вы будете коннектиться к своему инстансу и фактически к тому блокноту который у вас там запущен и видеть работать скажем так по проекту внутри блокнота на сервере окей единственное я буду здесь по документации в некоторых моментах останавливаться потому что я немножко другим способом активирую окружение и работы в целом с окружениями я использую папку внутри проекта пакета венв и создаю папочку также венв и мне проще потом удалить эту папку венв чем внутри системы удалять окружение ну и соответственно папку проще удалить внутри проекта как и сам проект окей переходим тогда ваш терминал нам нужно так как я стопал свой инстанс у него изменился публичный днс так помним что мы здесь под пользователем ubuntu можно это конечно переделать внутри самого инстанса после connection пока не будем это не столь важно можно аля сохранить и принципе использовать его так заходим на instance так все это нам уже дальше не нужно сразу скажу что нам потребуется регистрация в ngc nvidia.com по предыдущим урокам по записи уроков связанных с ngc и конкретно пакетами отсюда я уже рассказывал но в целом повторюсь кратко нужно будет учетная запись на виде нужно будет зайти на ngc nvidia.com залогиниться и зайти в сетап и сейчас вернемся к нашему инстансу и далее нужно будет генерить ключик окей возвращаемся к документации так мы внутри есть первое обновим пакеты то здесь немножко ускорюсь чтобы вы не смотрели это все обновление окей так далее нам нужно будет активировать наше виртуальное окружение так единственное то что нам нужно будет поставить блокнот но мы вот мы тоже ставим внутри окружения нам незачем засорять пип под суда мы будем использовать внутри окружения и и питер блокнот и все пакеты которые будут ставятся внутри блокнота она будет ставится все в окружении я запускаю через python в н в пакет и папочку я создаю в инфу в которых есть окружение то есть поэтому есть создали смотрим да вот наша папочка в н в немножко больше сделаю активируется окружение просто source папочка с окружением дальше бин активует все окружение мы активировали проверяем питон 3810 есть так но соответственно у нас окей теперь в наше окружение нам нужно будет поставить юпитер блокнот далее нам нужно будет поставить пакет айпай кернул это пакет который позволяет внутри скажем так ядро и python и ядро блокнота если вы находитесь внутри окружения то при разворачивании блокнота у вас автоматически активируются все пакеты которые внутри окружения то есть вы работаете в блокноте уже в активном окружении чтобы вы не выбирали окружение на имя после то есть аргумент name равно и имя вашего окружения может быть у вас там не за тест что-нибудь в этом плане вы назвали окружением мы назвали венв поэтому здесь после аргумента name венвв так есть следующим этапом нам нужно будет активировать залогиниться в нвидео с к нжесси докера регистрации в нжесси докера сделать так запускаем команду докер логин имя теперь перепрыгиваем то что я говорил в нжесси вот здесь на иконочке вашего логина нажимаем сетап далее сгенерировать api кей имя пользователя то же самое генерируем api кей и берем все мы залогинились мы здесь есть зачем-то нужно было все делать пакеты и каталоги с сэмплами лежат на нжесси для того чтобы их скачать в документации вот при скачивании тест тестовых сэмплов есть вот такая ссылочка здесь команды слитная поэтому запускайте вот так вот так по этой команде распаковываем в текущую директорию следующей командой переходим в эту директорию за территорию остаемся так есть все мы внутри наших сэмплов вот в принципе нам теперь останется запустить сейчас блокнот и выбрать тот сэмпл с которым мы будем работать окей блокнот запускаем следующим образом я не стал запускать всю команду через ноутбука об токен я не вписывал я его взял прямо с консоли потому что у меня есть такая возможность запускаем команду я запускаю команду именно вот так вот внутри этой директории и сейчас на секундочку я вам расскажу относительно токена и в целом этого адреса окей все у нас теперь на нашем инстансе работает сервер нашего юпитера блокнота по нашему днс который мы берем нашему инстансе публичный днс либо публичный днс либо публичный ip адрес на момент когда вы запустили юпитер блокнот ну кому как привычный я возьму публичный днс далее в вашем любимом браузере открываем днс ставим два и . и вписываем порт но перед тем как вы это запустите обязательно до запуска вашего блокнота на внешнем устройстве то есть то которое находится вдали от инстанса ну в принципе это все такие устройства важно чтобы в группах security вы дописали порт 4 восьмерки это порт для работы с сервером и петерблокнота ну соответственно предыдущем уроке вы видели да переходим в security groups выбираем нашу группу которую мы хотим изменить правило либо вот здесь просто опускаемся ниже и редактируем правило то есть вот кастом тси пи я поставил со своего ip адреса это все дело можете настроить как как захотите все и соответственно здесь у вас уже работает запускаем публичный днс и адрес вас сразу же не пустит вам нужен будет токен возвращаемся в консоль забираем после токен равно все символы токена вставляем сюда и логиниться все вы внутри вы внутри папки сэмплами телки и фактически теперь вам можно нужно открыть абсолютно любую папку допустим фэйс нет запускаем и блокнот фэйс нет это сэмпл по работе с датасетами по лицам да иногда бывает что окружение не подтянулась вот как у меня сейчас случилось не знаю на самом деле из-за чего это зависит мы принципе поставили все что нужно но такое бывает поэтому заходим в ядро и вот наш вен в тот который мы есть ядро готово мы наш блокнот наш юпитер блокнот работает внутри окружения то есть все пакеты которые будут здесь по инструкции дальше они будут ставится внутри окружения вы также можете открыть терминал еще одним одной из сессии залогиниться на ваш инстанс и в принципе активировать окружение и в окружении поставить отдельно пакета это будет равноценно тому что вы делаете все в юпитер но принципе юпитере можно также это все делать если вы уже внутри блокнота все это вот кратко на том на чем нужно было остановиться в следующем уроке мы возьмем отдельный конкретный пример пройдемся по настройке этого примера то есть все наши окружения связанные папки с этим окружением с экспериментами мы в объем еще раз вот тот ключик который мы использовали только что для логика для залогинивания в докер в ngc то же самое вот здесь нужно будет мы укажем количество наших видеокарт которые в инстансе есть пройдемся по этому сэмплу скачаем дата сет запустим обучение и в итоге сделаем инференс то есть проверим как наши они на сети на конкретном примере с использованием тулки то работает вот на этом все в принципе довольно просто это все запускается на мощностях amazon а не забывайте глушить ваш amazon instance потому что при работе с инстансом на gpu баланс будет утекать очень очень быстро поэтому моя рекомендация как только закончили работать над блокнотом сохранили до папочку которую со всеми сэмплами опять же то что я говорю в предыдущем уроке скачивайте в категорию или в папку вашего волюма который вы создали отдельно но об этом говорили предыдущем уроке вот делаем shutdown выключаем конкретный ядро восстанавливаем конкретное ядро на этом сэмпле вот мы его сохранили у нас будет все сохранено закрываем эту папку останавливаем наш сервер юпидер блокнота контур c все деактивируем наше окружение вот и закрываем сеанс вот на этом все буду рад комментариям подпискам возможно у вас какие-то есть быстрые решения всего того что я сделал я уверен что они есть буду рад пообщаться всем спасибо пока